Александр Покровский Свой первый рассказ Найда Александр Покровский написал в 1983 году. Через 5 лет его рассказы становятся популярными, попадая в издательство «Советский писатель». А в 1993 году выходит книга «Марлизонский балет». Еще через год свет увидела принесшую автору известность книга «Расстрелять». Среди других книг незаурядного прозаика самыми известными считаются «Бегемот», «72 метра», «Каюта» и «Кот». Пистика Ваших произведений меняется от книжки к книжке, но тем не менее все время присутствует в качестве доминанты, как бы это изящно выразиться, юмористическая струя, подным словом струя, которая идет ли речь о трагических обстоятельствах, идет ли речь о каких-то серьезных психологических драмах, связанных с отношениями внутри экипажа, все равно юмор на первом месте. Не на первом месте, но всегда есть, да? Ну, конечно. То есть подводники – это люди, о которых можно сказать, что они неизвестно, когда шутят, а когда не шутят. То есть они почти всегда шутят. Это такая жизнь. То есть надо шутить. Надо шутить для того, чтобы легче было переносить вот это вот? Ну, это как бы смерть пришла за тобой, а ты не здесь. Вот примерно так. Ну, все-таки это не совсем смерть. Для меня, конечно, опять же, для штатского это страшное дело погрузиться под воду на такое количество времени, но... Ну, там можно отправиться на тот свет, причем в любую секунду. Как у самураев, вышел из дома, думая о смерти. Вот примерно так. Вы сказали «они», подводники «они». Имеется в виду, что это некая особая общность. Люди-то разные? Или все-таки можно говорить «они» про... Сколько человек на лодке? 100, 150, 200? Там вымываются те, кто пришел случайно. Они примерно через 2-3 года сами уходят. И остаются те, которые должны были там остаться лет на 10. Страшно представил картину «вымывается», что прямо в ходе, значит... Нет, они сами уходят куда-то, куда-то списываются. То есть, все время происходит движение людей. То есть, вот это вот ощущение «свои», «они», «мы». Да, да, да. Патриотизм. Ну, все-таки люди, переживающие пафос, с пафосом не говорят. То есть, мы не говорим никогда слова «патриотизм». Это все остается за скобками. Ну, речь не о словах, конечно. Слова – это, значит, дело журналистов, нас, а ваше дело... Да, в основном это жизнь такая. То есть, это работа. Чаще говорят «работа». Ну, это работа такая. То есть, ты делаешь свою работу, и вот это является и является патриотизмом. Вот ты должен сделать ее хорошо. Кроме тебя ее не сделать никто. Ну, в принципе, это скорее формула профессионализма. Да. А такого вот «ура», «вперед», «бегом», «мы лучше всех» такого не бывает. То есть, «мы лучше всех» не бывает в принципе. Надо уважать противника. Есть ощущение, что будет большая война? Нет у вас такого? Или что-то другая какая-то большая катастрофа? Например, все люди сойдут с ума в ближайшее время? В прямом смысле слова. Ну, в принципе, конечно. Есть. Есть такое ощущение. Есть такое ощущение, что вот оно закипает. Ну, должно где-то прорваться. А что оно? Можно как-то попробовать вместе понять дискурсивно, о чем идет речь? Ну, трудно сказать. Вот, например, там, финансовый кризис – это как бы такой выпуск пара. Ну, там, произошел выпуск пара. Потому что нельзя забираться… Изобретена машина такого времени. То есть, нельзя забираться в будущее, брать там деньги, возвращаться в прошлое и проедать их. Понимаете? Вот нельзя наступать на бабочку. То есть, как у Брэдбери. Вот, надо вести себя очень хорошо, аккуратно. Как объяснить людям? По-другому не объяснишь. Нельзя же ему сказать, там, подметайте за собой, например. Мне все равно подметать не будут. Вы возвращаетесь к тому, что нужно абстрактные понятия по боку, а конкретная работа. Патриотизм вы определяли через слово «работа». Ну, да. Да, в данном случае, вот, пример, надо подметать. Ну, примерно так. Ну, если мусор вокруг, то, наверное, надо его убрать. Потому что он все равно в голове. Их ты случайности. К этому к образу человека, затерянного лодочки, затерянного в Большом море. Море-то можно написать в литературе? Все ж таки. Вот мы, значит, сошлись на том, что его не пишут. Можно описать ощущения. Тебя покачивает, тебя, там, сильно качает или слабо качает запах моря. Какой он запах? Вот запах уже ближе, потому что покачивание тут же, да, у писателя какая-то может возить какую-то ассоциацию, он переводит в психологический план. Покачивание, значит, физическое и покачивание, такое покачивание, морально-нравственное покачивание. Запахи, да. А запахи, звуки? Выникают они через оболочку-то эту железную? Тогда, когда вскрывается. То есть при всплытии через три месяца ты ощущаешь, как, чувствуешь, как пахнет свежий воздух. Совершенно другой. То есть в нем есть такой переработанный запах гнили, знаете. Который в том числе и на берегу, эти гнилые водоросли, которые ощущают, что это гнили, при этом это свежо, очень, как запах свежести. Да, вот это интересный парадокс. Да, как, на самом деле это гнилая рыба, там, гнилые водоросли. Вещь простая, но, тем не менее, пахнет свежестью. Почувствуйте, описать ее. Как это ни странно. Ну, мы любим море с берега. В море это работа, там любить невозможно, там надо защищаться. Защищаться. Да. И вот возникает, как раз, соблазн простых решений. Я, готовясь к передаче, прочел какое-то количество ваших интервью и, соответственно, ваших записей в своем блоге, который у вас на сайте, сайт у вас «Расстрелять» называется. «Расстрелять», да. Да, «Расстрелять.ру». Это название первой книги Александра Покровского, которая принесла ему славу. И вот нашел там такое неожиданное сообщение, реагируя на нехороший поступок чиновника, произошедший в городе Петербурге. Не будем говорить, какой именно поступок какого чиновника, поскольку примеров можно набрать много. Да, к сожалению, речь не об единичном случае, а об одном из многих случаев. Вы высказали такую точку зрения, что ваш личный вклад в конфликт, в словесный конфликт, мог бы состоять в том, что вы готовы были бы вызвать этого человека на дуэль. Ну и там описывали, чем бы вы нему... То есть вы очень хорошо владеете автоматом Калашникова, например, не советовали. Это литература или... Ну, не серьезно же вы о том говорите, что могут быть дуэль? Ну, почему? Ну, почему? Ну, да. Я могу сказать, почему. Почему ты... Пожалуйста, всегда... То есть человек имеет право защищать свою честь. Если он почувствовал себя оскорбленным, значит другой человек всегда может ему на это дело ответить. Там же у меня есть предложение. До первой крови, например, как у дворян было принято, до второй крови, может до последней крови. Но все равно это должно быть. Ну, высоко риск. То есть таким образом вы провоцируете людей, которые, значит, с востренным чувством чести, но многие из этих людей не умеют владеть оружием и могут легко... Я уже про Пушкина не говорю. А это суд божий. Нет, Пушкин хорошо стрелял. Нет, ну да, это другая тема. Я говорю, что, во-первых, мы благодаря такой концепции потеряли Пушкина. Это же суд божий. Нет, Пушкин провоцировал очень долго, испытывал судьбу. Он ввязывался в любые вот ситуации и в любых ситуациях он готов был драться там до последнего. Ну, строго говоря, это его дело, да? Да. Он действительно умел владеть. Ну, а тут просто должен быть какой-то, условно говоря, ринг. Пожалуйста, приходишь, вызываешь человека на бой. И не обязательно владеть оружием. Можно надеть перчатки. У нас, например, в училище было такое, что оскорбленный мог вызвать оскорбителя. Они надевались перчатки и молотили друг друга. Вот и все. Ну, собственно говоря, мораль тут такая, что побеждает только просто физически сильнее. Что тоже не совсем правильно. Нет. Потому что моральная сила – это великая вещь, но против Николая Валуева я никакой моральной силой себя... Не физически сильный побеждает. Ну, вот я вышел против Валуева, морально будучи правым. Я проиграю, несмотря на свою моральную правоту. Не уверен. Может, конечно, попробовать? Можно попробовать. Надо было его подговаривать, чтобы... Нет, это будет нечестно. Ну, это же должна быть ситуация. То есть человек должен оскорбить. Тогда да. Это же... Если чувствуешь себя оскорбленным, можно вызвать и в этой ситуации решить. Ну, что решить? При свидетелях, при всем. Можно телевизор поставить. Показывать это все по телевизору. Бога ради. Немножко вернуться к высоким словам. Вот слово офицер, да, которое, значит, если в русскую классическую литературу, слово, которое... Ну, сначала для ребенка, там, человек, школьник, там, Толстой, Чехов, да, как звучало это слово раньше, да, и как слово офицер звучит сегодня. Понятно, что сегодня офицер, ну, весь флер, оно потеряло, офицер сегодня либо неудачник, который задержался в армии в то время, как все остальные, значит, уже давно занимались строительным бизнесом, вот. Ну, это не всегда так. Да, но... Есть, есть. А понятно, что есть. Конечно, есть. И, нет, то, что есть люди, само собой, значит, я как бы как раз с большим сожалению говорю о том, что из этого понятия вышел, вышел его высокий дух. Как вы считаете, есть у нас шансы, что он туда вернется? Почему, понимаете, офицер это каста, то есть, ее всю жизнь боялись правящие, очень боялись офицерскую касту, всячески ее принижали, потому что... Но без нее невозможно, вот, представить себя офицера, это невозможно. Без касты. Без невозможно, без того, что боялись, что боялись. Без касты, без касты офицера не бывает, но сам по себе офицер в виде касты, он очень опасен, то есть, он может организоваться в одну секунду, то есть, это будет не один офицер, а сто тысяч офицеров. Опасен для царя, не для... Конечно, 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 для власть держащих, очень опасен. Но без него нельзя обойтись, без этой касты нельзя обойтись, без нее нет офицера. Офицер это тот, кто покажет солдату, как надо умирать. Вот, вот, для этого... Тот человек, который готов к смерти. Да. Он должен показать солдату, как надо погибать. Иначе, ну, иначе это стадо. Александр Македонский шел впереди. Вот и все. Вот он был офицером. И сегодня этого ощущения нет не только в России, да, но и, в принципе, в христианской цивилизации. Вот это вот катастрофическое... Помните, была история с английскими моряками, которых забрали в Турьян, иракцы, да, которые с удовольствием вместо того, чтобы принять бой, с удовольствием сдались, и потом оправдывали. И командир сказал, что мы не приняли бой, потому что мы могли погибнуть. Ну, конечно, является невозможной ситуацией для военного человека. Ну, конечно, погибнуть. Ты должен погибнуть. Тебя для этого создали. Да, у тебя такая работа. Такая работа, ты должен погибнуть. Когда они вернулись в Британию, им не сказали пи-пи-пи, им сказали, наградили орденами, сказали, что они гордость британского флота. Это вообще, на самом деле, пример очень серьезного кризиса. Ну, это значит, да, это значит, что нет флота, нет офицера. Я британцев поздравляю. Вот примерно так. Ну, и у нас... У нас более дикое все, понимаете? То есть тут какие-то... Ну, куда более дикое это? Дикие ростки бывают, там, какой-то кастовости. Во всяком случае, человек внутри себя вдруг решает, что вот он должен сражаться один в поле. И он будет сражаться. Вот на него будут нападать там сто человек. А книжки могут стрелять? Он будет стрелять? После... Воспитать невозможно. Человек, если присоединяется, он живет с тобой вот одной жизнью, пока читает. Он читает. Но это и есть воспитание. Воспитание это же не обязательно. Вы передаете эмоцию, через которую, собственно говоря... Да, я пишу картины. Вот есть художник, который рисует кисть, я рисую словами в вашем сознании. То есть вы прочитали, и у вас возникает какая-то картина, ощущение. Не более того. То есть я пишу картины. Все. Те картины, которые мне нравятся, которые мне нравятся сразу, которые мне нравятся через несколько лет, которые мне не нравятся через несколько лет. То есть я писал с 83-го года по 93-й. В 93-м только впервые я опубликовался. Я же писал не для того, чтобы опубликоваться. Но я и спрашиваю, да. То есть вы считаете, что этот у вас не прошел? Ну это зуд такой. Это хочется писать там. Я же пишу и тем самым как-то поднимаю самому себе настроение. Или наоборот. Делаю какую-то грусть. То есть получаете свое удовольствие от письма? А, да. Впечатление о патриотическом удовольствии, но не о... Ну, в конце концов перепахал Билинский тоже. Потому что там очень хороший русский язык. Что он про Гамлета считал? Там, по-моему, полкнижки о Гамлете написаны, несмотря... Вы как писатель задаетесь последними вопросами? Или вы не задаетесь вопросами, а просто существуете? Нет, последними вопросами... Завтра будут еще одни последние. Поэтому зачем задаваться сегодня последними, которые кончатся сегодня? А завтра будут другие последние. Мне нужна какая-нибудь мораль, давайте что-нибудь такое. Скажите вы, что вот... Литература такая же стихия, как океан там всемирный. Нет, я не могу сказать, что литература это... Это красиво. Я люблю красиво, чтобы было. Красиво то, что получается, или красив тот образ жизни, который приводит? Нет, то, что получается в результате соединения двух слов. Вот слова, они как-то влюбляются друг в друга и соединяются так, чтобы потом не разорвать. Вот эта связь очень-очень хорошая. Дорогие зрители, влюбляйтесь в друг друга столь же крепко, как слова влюбляются друг в друга в произведениях наших лучших авторов, таких как Александр Покровский, которому большое спасибо за участие в сегодняшней передаче. Субтитры создавал DimaTorzok